Если вы моетесь, то точно так же вы используете мыло и подмываетесь спереди назад, окей? Я так и надавлюсь. Так и делается, да? Супер. Сколько раз вы моетесь в день? Как часто? Два. Ивара, замки, утром и вечером? Два-три. Два-три, супер. Утром и вечером принимать душ, подмываться, если есть возможность, тоже после посещения туалета. Как часто нужно менять трущики? Один раз навсегда, на всю жизнь? Один раз в день? Отлично. На ночь меняете? Трущики на ночь, трущики на день. Постельное белье, как сейчас-то меняем. Полотенце. Размудель. Размудель, отлично. Полотенце, которым вы вытираете, сколько времени? Три дня пользуемся полотенцем, мы стираем. Три дня. Ну, я вам говорю, да? Три раза пользуемся вытираем. Поколение, да? Бабушка, мама и внучка. И бабушка передает маме, мама передает своей внучке, да, сестра, сестра, вот у вас сестрички еще, да, передает знания. Он передает знания о себе, хорошие традиции, да, отложья. Это, пострадавшись, возможность посмотреть, как мы устроим. Смотрите, тут женские танки, широкие кости, да, и наши бедра. Вот сюда вот крепятся ноги. Что у нас в тазу есть? Что это, как вы думаете? Жай. Состоянка? Да-а. Это матка. Это тот орган, в котором развиваются детки. У нас прямая чешка. Это тот орган, через который мы капаем, да? Здесь вот есть у нас дырочка. А это мочевой пузырь. Ток, где-то мы в туалет. Мочевой пузырь раздувается и начинает давить нам, да, на таз, и мы хотим в туалет. Вот, проиграться. Все эти органы расположены в женском тазу. Здесь растет ребенок внутри. Окей. Мужчин, половые органы, наружные, да, растет малыш. В матке растет малыш. А еще, когда вы взрослеете и постепенно развивается тело и готовится к тому, чтобы вы могли стать мамой, то появляются месячные. Что, покажи матка? Похоже на сон. Яичники, половые железы. Здесь появляются клеточки, из которых появляется ребенок, да? А внутри матки здесь такая слизистая. Вот если вы языком щеку попробуете, она такая слизистая, да? Так же внутри матки. Если вы, например, щеку поцарапаете, будет идти кровь, да, будете чувствовать неприятность. Когда девочка-женщина взрослеет, то внутри матки вырастает больше такой слизистой. Она такая становится плотной. И в какой-то момент она начинает раз в месяц выходить через влагалище наружу и вытекает через половые органы. И мы видим на трусиках кровь. Это называется месячная. Это абсолютно нормальный здоровый процесс, который происходит у каждой женщины. Я уже говорила, да? Сколько месячные начинаются? 10, 12, 12, 13. Вот, отлично. Если нету месячных у девочки в 16 лет, то надо идти к доктору. Если месячные появляются слишком рано, то тоже нужно сходить к доктору и спросить, все ли хорошо. Да, то есть там 8 лет. Месячные длятся от 3 до 7 дней. Дольше они длиться не должны. Вытекает кровь и слизь. Что нам делать, чтобы помочь себе не пачкать белье? Что-то надо туда постелить. Правда же? Как-то надо остановить ее. Это женские гигиенические средства. Во-первых, гигиенические прокладки на его прокладке. Я знаю, что. Будем изучать, держите. Видите, обычно на упаковке нарисовано, из чего они состоят. Есть ли у них крылышки, крылышки для того, чтобы фиксировать вокруг трусиков, да? И насколько они капелят, насколько они могут впитать. Внутри прокладки я буду ее специально раскрывать и будем делать эксперимент с такими прокладками. Потом у нас есть еще свежедневные прокладки, да? У нас есть многоразовые прокладки, которые, например, на трусики стирают. У нас есть шампоны, гигиенические средства. Похоже, как они пользуются. Что у нас еще есть? Еще есть менструальная чаша. И мы обязательно проводим менструальный календарь, который мы отмечаем день начала и окончания месячных. И сейчас пойдет, да? И так мы открыли покладку. Слевать календарь вот эту стенку. Вставляем, что это трусики. И вот у нас, так вот, видите, все вытекает. Чик, чик, чик. И все впитывается. вот так вот у нас получилось вы видите что мы не можем еще чуть-чуть могут стать вот так вот аккуратненько снимаем короче у нас кампоны мы делаем вот такой эксперимент смотрите что происходит соленько он приблизно через 24 часа одноклитинный эмбрион делится на 2 клетины потом на 4 клетины и так далее так начинается неймоверная трансформация одноклитинного эмбриона в чередного новонародженного а